Малат, спасибо еще раз, что приехали. Я вот включаю обаяние, как советовал министр при общении с госчиновниками. Я прошу вас рассказать, может быть, очень коротко о том, что сейчас будет делаться. То есть мы говорили о том, какая будет реакция на критику президента. Что министерство собирается делать дальше? Так, ну очень большая работа ведется. Прежде всего, как все-таки у нас флагман в этом вопросе, это государственные СМИ. И мы сейчас работаем над повышением, прежде всего, менеджмента этих СМИ. Сейчас по поручению президента мы как раз в рамках программы Болшак сформируем группы, которые будут выезжать за рубеж и обучаться. Будут обучаться менеджментам, будут обучаться новым технологиям, будут обучаться работать в важней формате. Это первое. Второе. Вот сейчас, получается, очень много говорим мы про развитие медиасферы, про развитие медиарынка. Я, когда пришел в министерство, у меня сразу возникла эта идея готовить ежегодный отчет о том, как сфера развивается за год. Вот мы сейчас с аналитикой министерства разрабатываем индикаторы этого отчета. Вот здесь хотел бы обратиться ко всем медиа-НПО. Если есть какие-то предложения, чтобы тоже предоставляли нам, потому что, в принципе, в соседней же России ключевыми индикаторами по развитию медиасферы дают как раз медиа-НПО. План, когда вы так обращаетесь к медиа-НПО, так хочется вам верить, что эти предложения все будут отчетены? Ну, наверное, всем известно, что предложения до реализации – это большая работа. У нас очень часто говорят, что предложения очень мало работают. Я уверяю вас, что работа-то ведется. Мы к этому очень подходим фундаментально. Разрабатываем те индикаторы, которые действительно в ордосайте, которые будут влиять на развитие рынка. Чтобы мы все здесь через год уже сидели у всех эти были книжки, мы оперирули едиными понятиями. Ну, в целом, как бы, министерство здесь открыто. Это тоже вот здесь я немножко, может быть, быстро сказал. Мы регулярно делаем запросы, просим предложения, как нам двигаться дальше, куда нам двигаться дальше. Потому что мы не закрыты, мы понимаем, что сфера очень сложная, тяжело самим как-то что-то здесь решать. Спасибо. Спасибо. Досом, хотели бы подвести, уже начинать подводить итог нашей дискуссии. У нас несколько минут буквально осталось. Что должны делать медиа в их полу перемен? Я, как всегда, с удовольствием послушал всех, чтобы потом с учетом этой дискуссии сделать свой вывод. Во-первых, должно ли государство участвовать в повышении конкурентоспособности СМИ казахстанских? Да, должно. То есть это функция любого государства. Тем более здесь есть не только внутренняя потребность, связанная с обеспечением политической, социальной стабильностью, с влиянием на общественное мнение. Здесь и чистая геополитика. Говоря языком астрономии, Казахстан – это спутник, небольшой спутник, который находится в сфере принадлежения более крупных планет информационных. Тот же самый России. Естественно, последний разговор о том, что нам необходимо сократить влияние третьих стран, которые оказывают определенное информационное воздействие на общественное сознание казахстанцев. Это тоже не случайно возникло. Тем более, что есть закон о национальной безопасности. Там есть статья 23, в которой четко прописано «Борьба с угрозой установления информационной зависимости Казахстана». Там есть и другая статья. Она непосредственно связана с тем, что государство не должно мешать развитию медийного рынка. Эта статья говорит о том, что необходимо бороться с угрозой изоляции президента, правительства и правительства. Информационная изоляция от получения альтернативной информации. Как видно, государство СМИ эту функцию полностью не выполняет. Еще один очень важный момент. Об этом, кстати, уже говорилось, по-моему, кто-то из ваших спонсоров об этом говорил. Уоррен Баффетт делал акцент на том, что перспективными являются именно региональные СМИ. Полностью с ним согласен. Кстати, Лупан тоже частично об этом, возможно, и говорил. Если вы хотите сделать конкурентоспособным государством, невозможно его сделать только за счет развития нескольких крупных городов, как Алматы-Астана, то же самое. Если вы хотите развить конкурентоспособное медийное пространство, невозможно это сделать только за счет развития центральных медийных структур. Необходимо активно пойдешь к региональности. Но опять же здесь загвоздка в деятельности акиматов. У них свои правила, у них свои абсолютные восприятия того, каким должно быть информационное пространство. То есть вот эта проблема мешает достижению этой цели. И еще последнее, о чем я хотел бы сказать. Возникает такое ощущение, что государство, по сути, все-таки русскоязычный сегмент потеряло. То есть влияние российского информационного поля, оно сохраняется, и здесь вряд ли что-то можно сделать. Хотя, с другой стороны, в перспективе оно будет сокращаться, это демографический тренд. То есть сокращение русскоязычных пользователей будет происходить за счет увеличения именно казахоязычного сегмента. И вот сейчас государство, именно сейчас, должно усилить поддержку внимания именно казахоязычному сегменту. Оффлайн, онлайн. Это очень важный момент, потому что конкуренция там тоже будет расти, со стороны, в том числе, других стран. Переход на латиницу, я лично предполагаю, здесь усилиться роль Турции, как одного из мощнейших информационных игроков. Тем более в рамках тюркоязычного пространства, который они пытаются создать. То есть, немножко дальше носа своего нужно смотреть и исходить из того, что, если мы говорим о роли государства в создании конкурентоспособных СМИ, это невозможно сделать без диалога с медийным сообществом, которое лучше, чем чиновники, знают, что нужно аудитории, что необходимо ей дать. Я думаю, что только так мы сможем в какой-то степени вот это все реализовать. Спасибо. Спасибо, Досов. Спасибо большое. Одни цифры прокомментирую, просто здесь невольно сравниваю с российским рынком, с медиарынком, то, что присутствие такого огромного медиарынка. Мы просто проводили анализ в сравнении госбюджетного финансирования телеканалов Казахстана и телеканалов России. Вот если в сравнении ВГТРК российского и сравнение нашего телеканала Казахстан, ВГТРК ежегодно выделяет прямым финансированием без госзаказа прямое бюджетное финансирование 1,241 миллиона долларов США. Это прямые деньги из бюджета. Мы выделяем 101 миллион телеканалу Казахстан. Если мы говорим про агентство Хабар в сравнении с ОРТ, телеканалом ОРТ, ОРТ выделяется 971 миллионов долларов США ежегодно. Мы выделяем хабару 98 миллионов долларов США. То есть если есть какое-то универсальное сравнение, что мы должны быть на 10 раз меньше, что у нас население в 10 раз меньше, то мы проигрываем в этих абсолютных цифрах России в 21,4 раза. То есть если мы сейчас говорим, что успех ВГТРК, успех российских телеканалов, мы должны понимать, что там идет избыточное финансирование только из бюджета. Мы еще не говорим про рекламные деньги, которые это естественные источники доходов, которые есть там. Малат, все-таки последнее слово за государством должно остаться. Я хочу призвать всех, я на всех мероприятиях, когда встречаюсь и с Дианой, и с всеми, что нет простого решения вопроса. Есть система работы, которая сейчас ее критикует, но она работает. Если мы что-то хотим изменить, мы должны предлагать пошагово и социально к этому вопросу подходить, а не так давайте уберем, закроем. Мне кажется, по аплодисментам в зале было понятно, что залу нравится американская система, где вообще нет государственных средств массовой информации. Спасибо. Это в кулуарах. Спасибо большое. Спасибо. И завершая нашу секцию, барлыгыңызга рахмет. Медиа-крурултайымызың басталу қытты болсын. Бул сессиян, өткіздерін, дедіміз, өздеріңіз, көріңіздері. Халай болғадың, Джаксы болдыма, нашар өттіме, өздеріңіз, шешесіздері. Спасибо вам большое. Сессия закончится. Спасибо нашым уважаемым фикерам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА